В Угличе подвели итоги второго съезда мэров малых городов России «Малые города» Году культуры. Он состоялся 10 декабря при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Ассоциацией «Малые туристские города». В его работе приняли участие директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова, члены Совета Федерации и представители 66 малых городов России, а это более 120 человек. Инициатива проведения форума, изначально исходившая от Министерства культуры и впервые реализованная в 2013 году в Создале, в Угличе получила закономерное развитие. Очень мало проводится каких-то таких комплексных мероприятий именно для малых городов, где обсуждались бы проблемы именно малых городов. И вот этот съезд становится одной из такой площадок, где можно высказаться и найти какие-то варианты решения. Если говорить о цели, то такая основная цель вот этого съезда — это обобщение опыта и укрепление опыта малых городов в вопросе сохранения культурного потенциала малого города через развитие культурно-познавательного туризма, закрепление вот этих точек и уже дальше тиражирование опыта. В том числе этот форум был важен для того, чтобы найти точки соприкосновения исполнительно-законодательной власти, соприкосновения бизнеса и власти, и поставить какие-то вот эти проблемы, основные проблемы, довести их до федеральной власти. Заявленную программу участники съезда выполнили полностью. После пленарного заседания, на котором были поставлены общие вопросы, состоялись три круглых стола. Во время них мэры малых городов и представители других властных структур учились друг у друга и обретали новое видение развития туристической сферы. В качестве генераторов передовых креативных идей на съезде выступали известные профессиональные эксперты. В результате участники форума получили не только огромный объем полезной информации, но и уверенность в том, что туризм для малого города – дело перспективное. Были интересные такие выступления, которые говорили о том, что как сконсолидировать местное сообщество города для того, чтобы туризм не был чужеродным таким ребенком, чтобы он был воспринят и местными жителями, и туристами, чтобы это, во-первых, шло на благо самого города. Как можно даже сферу ЖКХ представить совершенно в другом свете и сделать это каким-то брендовым мероприятием. Там было столько изюминок представлено, которых ты даже не думал иногда. И понимаешь, что неизведанного еще огромное-огромное количество. И у малого города в том числе есть огромные перспективы, огромные для того, чтобы тут какое-то начинание взять там и сделать из этого такой вот большой проект. При этом большой проект не обязательно дорогой. Угличане поделились с коллегами такими идеями. Они были реализованы Ассоциации малых городов России, в состав которой входит Углич. 1 июня, в День защиты детей, во всех восьми городах Ассоциации одновременно читали классику. А 1 сентября для школьников был организован флешмоб, посвященный Году культуры. Это практически не требует какого-то финансирования. Но когда волна идет по всей стране, что малый город показывает, что да, он живой, он интересный. Несмотря на то, что есть какие-то трудности, мы справляемся с этим и мы можем делать что-то другое. Самая большая трудность, которая встала на пути развития туризма в малых городах, заключается в парадоксах российского законодательства. Как оказалось, что зашли в разрез два закона. Федеральный закон 131 и бюджетный кодекс. Один говорит, что мы имеем право заниматься туризмом. Другой говорит, что имеете право, если вы не дотационный. А вопрос в том, что все малые города дотационные. Получается, что на сегодня, когда вот вдруг вот этот парадокс такой раскрыли, получается, что ни один малый город, в общем-то, и не может тогда заниматься туризмом. Эту проблему при поддержке коллег озвучил глава Углического муниципального района, он же президент Ассоциации малых городов России Сергей Маклаков. С ее актуальностью согласились представители и Министерства культуры, и Совета Федерации. Предложение по изменениям законодательства внесли в резолюцию съезда, а уже меньше, чем через неделю, оно было рассмотрено на заседании Комитета Совета Федерации. В нем приняла участие заместитель главы района по туризму и международным связям Елена Канева. И мы еще раз уже всему комитету донесли эту проблему, почему нам нужны эти полномочия, что там дальше должно быть, как малый город справляется вот с этим. И вчера было принято положительное решение вот этой комиссии, она будет выносить этот вопрос уже дальше на Государственную Думу для того, чтобы решать вопрос по решению полномочий. Этот результат, как говорят организаторы, дорогого стоит, впрочем, как и сам форум, который состоялся благодаря поддержке Министерства культуры. Финансирование практически 99% – это финансирование Министерства культуры Российской Федерации. Была поддержка от области, и совсем незначительное финансирование потребовалось от нас, как от принимающей стороны. На это буквально, я бы так сказала, что это может быть 0,01% от всего. Имея хорошую финансовую поддержку, Углический район продемонстрировал высокий организаторский уровень и сумел создать все условия для плодотворной работы мероприятия федерального уровня. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok